Всем привет! Вы на канале СуперКит. Пока у меня появилась возможность сделать обзор, цена этого накопителя MCI уже успела упасть за 3 месяца с 750 гривен до 629 гривен. Даже в момент покупки это была хорошая цена, но сейчас она стала только лучше. За эту сумму производитель MCI обещает нам скорость чтения и записи данных 500 и 400 мегабайт в секунду соответственно. Естественно SATA 3, 7 мм толщины, ресурс перезаписи TBW в 110 терабайт, что означает, что этот накопитель гарантированно можно перезаписать от начала и до конца 440 раз. Данная модель представлена линейкой от 120 до 960 гигабайт. Экземпляр, который находится на обзоре, имеет 240 гигабайт. Гарантия от производителя 5 лет. Именно столько же дали гарантию и в магазине. Контроллер у этой модели Fezon S11, тип памяти 3D NAND. Диск от этого производителя на канале впервые. Немного отвлекусь от характеристик, хотя это тоже своего рода характеристика производителя в целом. Вообще, при подготовке к видео я обращаюсь к официальному сайту производителя. И вот тут я вижу, что в этой модели TBW до 500 терабайт и все. При этом написано, как уже и сообщал, что емкость модели от 120 до 960 гигабайт. Меня напрягают такие сайты, которые не заморачиваются описанием собственных поделок. Ведь перейдя по ссылке в более подробные характеристики, можно видеть уже 250 терабайт ресурса. Правда, обозначено, что это для модели в 480 гигабайт. А для остальных объемов модели, типа считайте сами, настолько утружденные, что нет времени сделать на каждый отдельный товар нормальное описание или через слэш поставить объем диска и величину ресурса хотя бы? Разве это серьезный подход, когда на сайте компании нет нормального описания и я должен искать где угодно, только не у производителя? Дело ведь не только в подготовке информации для видео. Я сейчас вообще про желание любого человека найти инфу о товаре перед покупкой. Вот сейчас мне нужно приводить информацию из магазинов, где гарантия, что там точная информация. Странное отношение к потенциальным покупателям. После инициализации диска доступный объем составляет 223 гигабайта. Решил посмотреть фирменную программу, но сколько раз не пытался ее запустить, она постоянно вылетает. Все тот же набор программ, что и всегда. Скорость чтения в HDTune постоянно выше 500 мегабайт в секунду. Такие красивые показатели регулярны при тестах и других твердотельных накопителей. Скорость чтения то, что твердотельные накопители подняли в разы в сравнении с магнитными жесткими дисками. В CrystalDiskMark немного разные скорости в зависимости от объема файла, который используется при записи в тесте. И если скорость записи отличается незначительно, то скорость чтения при размере файла 256 мегабайт составляет около 450 мегабайт в секунду, а при размере файла 2 гигабайта скорость чтения немного превышает 550 мегабайт в секунду. Отличия в тестах разными файлами у данного SSD на 20%. Smart Victoria соответствует новому накопителю. Также можно видеть замороженный программ на показатель температуры. А далее тест поверхности диска, который показывает лучшие из возможных результатов. С программами разобрались, а это значит, что подходим к ключевому тесту, тесту с записью файлами. 108 гигабайт такой общий объем нескольких файлов, которые записываются при тесте. И лишь 7 гигабайт из них записывались со скоростью около 450 мегабайт в секунду. После скорость заметно просела и стала лишь незначительно колебаться в очень малых пределах. От 81 до 88 мегабайт в секунду, очень редко покидая этот коридор. Как говорят в таком случае, есть две новости, хорошая и плохая. Плохая, лишь 7 гигабайт записывались на максимально заявленной скорости. Опять мы возвращаемся к тому, хватит или нет такой скорости для работы системы и программ. Да, хватит, но кроме программ и операционной системы, такой диск использовать не совсем логично будет. Хорошая новость, скорость упала до 80 с плюсом мегабайт в секунду. А это реально неплохой результат для бюджетных накопителей, коим наш гость и является. Из многочисленных обзоров твердотельных накопителей, только на моем канале можно найти куда меньше показателей, в том числе и 8 мегабайт в секунду. Здесь 80 с плюсом мегабайт в секунду, это скорость, которая на 20% выше того значения, которая, как мне кажется, является средним, а именно 70 мегабайт в секунду. Не знаю, придумают ли производители какой-то способ борьбы с такими низкими скоростями, Но просто постоянно падающая стоимость твердотельных накопителей рано или поздно, но вытеснит жесткие диски. А я не очень хотел бы, чтобы после даже 100 гигабайт записанной информации, у меня скорость падала до таких отметок, как 70 мегабайт в секунду. И если по внутренним накопителям данных еще как-то можно смириться с этим, ведь они, как правило, работают как копилка и на них небольшие объемы данных дописываются за какой-либо период, то с внешними дисками это будет серьезная проблема. Согласитесь, не очень весело будет, когда, купив себе внешний USB и SSD на какие-нибудь 2 терабайта, в момент их записи обнаружится, что скорость сравнительно быстро упала и установилась на отметке ниже, чем у любого жесткого диска. Особенно не очень весело будет покупателю именно сейчас, ведь на 2 терабайта даже подешевевшие диски пока что стоят достаточно дорого. А внешний уже подавно. Может туда ставят какие-то особые SSD? Мне пока не доводилось сталкиваться с брендовыми внешними SSD, которые продаются в готовом варианте. Хотя продается их сейчас немало. Кто-то сталкивался? Если да, то поделитесь впечатлениями. Данный твердотельный накопитель покупался в старый ноутбук для замены такого же старого жесткого диска и совершенно точно ускорил работу системы. Этому помогло и двукратное увеличение оперативной памяти. Еще несколько лет ноутбук протянет. Диск находится в работе уже 3 месяца и работает исправно, без намеков на проблемы. Исходя из увиденного, диск вполне обычный в плане скорости и чем-то хуже конкурентов, чем-то лучше. Низкая цена и гарантия в 5 лет вполне способны убедить человека сделать свой выбор в пользу именно этого твердотельного накопителя. Как и отметил, только что цена низкая, но далеко не самая низкая. Причем даже среди известных в мире памяти брендов. Есть и заметно более дешевые предложения от других фирм, но посмотрел на сайтах двух магазинов, в обоих случаях это оказался самый дешевый вариант из тех накопителей, на который производитель и магазины дают 5 лет гарантии. Все что дешевле, это как правило 3, а иногда даже 2 года гарантии. Переплачивать ли за увиденный набор характеристик, гарантии и известность бренда, это дело покупателя. Лишь одно в этой истории совершенно точно. Все чаще жесткие диски заменяют твердотельными накопителями, а сами накопители продолжают дешеветь. Это не может не радовать. Как и обещал ранее сообщать, напоминаю, что ни один SSD, который был на обзоре, о судьбе которого мне известно, а это большинство из всех дисков, на данный момент не отказал в работе. Все работают должным образом, а некоторым уже и лет 8 где-то. Более чем, чтобы понимать об их надежности. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok